Противодействие коррупции в сфере поддержки малого и среднего бизнеса обсуждали накануне в Доме правительства. Глава Чуваши провел заседание Координационного совета. О том, что малый и средний бизнес, как самый гибкий сектор, поможет России сохранить долю в мировой экономике, говорили на недавнем инвестиционном форуме в Сочи. Иными словами, сейчас важно принять все меры, чтобы развитию предпринимательства ничего не мешало. Особенно коррупционные схемы. Как и в целом по стране, в Чувашии тоже есть проблемы, пусть и не системного характера. Подавляющее большинство фактов несоблюдения закона допущены органами местного совправления, что на наш взгляд требует принятия от органов власти республики дополнительных координационных мер, установления жесткого контроля за деятельностью ответственных дворостных лиц. При правильной организации работы и надлежащем спросе некоторые виды нарушений можно вообще было исключить из практики. Например, несложно обеспечить принятие на местах полнообъемных и соответствующих законодательству муниципальных программ развития субъектов предпринимательства, а также контроль за сроками и полнотой их выполнения. В Чувашии на поддержку малого и среднего бизнеса из бюджетов разных уровней с 2013 по 2015 год выделено порядка полутора миллиардов рублей. Однако финансовая поддержка имеет некий побочный эффект, когда нечестные схемы используют сами предприниматели. В случае, если выявлено нарушение в части неисполнения показателей информационной карты либо средства направлены нецелевым образом, то мы в судебном порядке или в несудебном порядке возвращаем бюджетные средства. Так, в 2013 году вернули миллион рублей, в 2014 – 4,5 миллиона, а в 2015 – 830 тысяч. По сравнению с общим объемом, поддержки не так много. Собравшиеся склоняются к мысли – либо предприниматели были честными, либо контролирующие органы работали плохо. Глава Чувашии отметил – надлежащий контроль не налажен. Министр экономического развития считает – палку перегибать тоже не стоит. Надо стараться искать индивидуальный подход. Ну давайте со всех сейчас будем возвращать деньги. Конечно, это нужно делать. Понятно, что по закону это все нужно делать. Но как бизнесу тогда развиваться? Я за развитие бизнеса. Правильно вы говорите, но на сегодняшний день у нас принцип бюджетирования по результатам никто не отменял. Понятно, надо бизнес поддерживать, но речь не идет о том, любой ценой. Самая главная наша задача – принимая превентивные меры, заранее оценивая комплексно подходы того или иного заявителя, мы должны максимально снизить все те риски, которые могут возникнуть в ходе нашей совместной деятельности. За предпринимательское сообщество вступился и бизнес-омбудсмен. Видимых, я, честно говоря, коррупционных таких проявлений, возможностей проявлений даже не вижу. Почему? Потому что, во-первых, четко прописаны правила. При предоставлении этих форм поддержки, затем идет очень четкий и жесткий контроль, Михаил Васильевич. Почему? Потому что, я думаю, в первую очередь правоохранительные органы знают. Все договора, насколько я имею информацию, просматриваются сотрудниками Министерства внутренних дел. По каждому делу исследуются реальные обстоятельства. По словам Владимира Иванова, нередко предприниматели даже отказываются обращаться за поддержкой. Якобы выделяемые суммы не стоят бесконечных проверок и контроля. Итак, перед правительством стоит непростая задача. И бизнес не кошмарить, и следить, чтобы деньги налево не уходили. Поработать в этом направлении предстоит руководителям всех уровней. Ольга Бырычкина, Расиль Мухаммедов, Республика.